Саратовские журналисты испытали на себе все прелести экстремального туризма. Для представителей средств массовой информации был организован пресс-выезд в Воскресенский район. Там, на берегу Волги, супружеская пара уже несколько лет занимается развитием туризма. Какие эмоции предлагают испытать новичкам, выяснила наша съемочная группа. Красная, под рукой, под куртой, наружу ее, чтобы если что, отстыгнуть. Тягу регулируешь красненькой, помешательной. Инструкции для новичков от профессионалов. Испытать незабываемые эмоции предлагают журналистам саратовских СМИ. В Воскресенском районе уже несколько лет работает мини-отель, главная фишка которого – эксклюзивные экстремальные туры. Здесь единственное место в области, где можно попробовать полет на паралете. Первые воздушные подвиги журналисты совершают с опаской. Для многих это первый опыт экстремального полета. Уже спустившись на землю, говорят, оно того стоило. Я всегда считала, что боюсь высоты, но сегодняшний полет на паралете, он помог мне сделать шаг, чтобы эту боязнь немного преодолеть, поскольку это действительно сильные и, я бы сказала, даже несбываемые впечатления, которые стоит испытать, наверное, каждому. В программе пресс-выезда не только полеты. Владельцы туристического бизнеса могут предложить развлечения для самых неутомимых. Поездки на снегоходе, подлёдная рыбалка и лыжные трассы – всё это можно найти здесь, в Воскресенском районе. Предлагают организаторы экстремального туризма не только зимние туры, но и летние. Мы работаем круглогодично, то есть у нас интересно круглый год. У нас живописнейшая весна, у нас шикарное лето, у нас море развлечений на воде. Лето мы на Волге находимся, соответственно. У нас хороший катер, за катером мы таскаем лыжника, таблетку, даже у нас есть парашют. Для любителей активного отдыха тут найдутся любые развлечения. Но отдохнуть здесь предлагают и тем, кто хочет просто вырваться из повседневности и полюбоваться красотой природы. Это место подходит как нельзя лучше. Его уже окрестили Воскресенской Швейцарией. Елена Губенкова, Евгений Шеиченко, РЕН-ТВ, Саратов.